18 мая детская филармония принимала необычных гостей. Горожан с проблемами зрения и слуха, с нарушениями речи и опорно-двигательного аппарата, волонтеров, кураторов различных социальных проектов. Филармония стала новой точкой на маршрутной карте экстрабилити тура, уникального проекта организации «Белая трость». Сотрудники детской филармонии рассказали и показали все, чем оснащена наша концертная площадка для приема самого разного зрителя. Мы к этой встрече шли много-много лет, поэтому я желаю вам хорошего настроения. Здесь определенная аура, потому что когда мы сейчас говорили о возможностях, то есть вот именно здесь начинают сформироваться возможности самых юных артистов детской филармонии. Мы принимаем детей с 4 лет, а зрители у нас были самому маленькому, чтобы вы понимали. Вначале у нас был рекорд 6 месяцев, а в этом году у нас новый рекорд. У нас ребенок был на концерте, ему было 5 дней. Сразу с мамой из роддома. В Екатеринском зале все участники экстрабилити тура смогли посмотреть и послушать концертный номер с синхронными пояснениями тифлокомментатора Марии Бельковой. Тифлокомментарий нужен для того, особенно незрячим людям, также слабовидящим, потому что 80% информации, которую воспринимают люди, это через зрение. К сожалению, у незрячих отсутствует зрение или частично отсутствует. И благодаря тифлокомментарии они смогут увидеть всю красоту искусства, происходящего на сцене, декорации, костюмы и полностью воспринять ту картинку, которую хочет донести тот замысел, который хочет донести режиссер и театр через свое искусство. Конечно, диалоги слышат зрители, но для них диалогов порой мало. Интересно, что происходят, какие-то действия, мимика героев, какая у них особенность, какая внешность. И это вот как раз тифлокомментарий очень помогает полную картинку воспринять для незрячих людей. Экстрабилити-тур не просто гостевой визит с проверкой готовности учреждения культуры принимать особых зрителей. Это своего рода деловая игра, глубокое погружение в среду системных ценностей детской филармонии, причем взаимное. Участники тура, разделившись на группы, обсуждали и систематизировали увиденное, услышанное, почувствованное во время экскурсии и небольшого концерта. Мысли формулировали по трем направлениям – способности, ценности, поведение. Мы, как всегда, не прогадали, да, в экстрабилити-туре и выбрали, выбрали очень интересную организацию, да, для нас в первую очередь, конечно, важна вот такая особая культура, культура детской филармонии, люди. И благодаря вот специальному, да, вот нашему сценарию и вот такому взаимодействию произошло вот раскрытие, произошло то, что мы, то, что я как бы в глубине души как-то надеюсь, где-то знаю, но опять не подозреваешь, как это все интересно развернется, да. И, то есть, входил я в детскую филармонию одним человеком, выхожу другим. Казалось бы, мы не первый раз рассказываем незрячим и слабослышащим гостям, людям с физическими и ментальными особенностями, о наших залах и люстрах, истории и современности. Устраиваем особые концерты и спектакли с тифлокомментированием. Однако в рамках экстрабилити тура мы сами на многое посмотрели другими глазами, услышали мнение тех, кто совсем иначе воспринимает мир. И это очень полезный опыт для каждого участника тура и для детской филармонии в целом. Эта технология позволяет, что называется, на практике почувствовать и людям с ограниченными возможностями здоровья, с разными нозологиями, и сотрудникам учреждений культуры все те моменты, которые могут возникать при проведении общих мероприятий. И как раз из этого вытекают и стратегические цели наших экстрабилити туров, которые начали проводить учреждения культуры, где детская филармония выступает фактически одним из пионеров этого процесса. Это заложить инклюзивность уже в само планирование мероприятий, то есть спектакли, концерты, все. Но чтобы каждое мероприятие рассматривалось и готовилось изначально как инклюзивное. Потому что, и об этом мы много говорили, когда проходила коллегия министерства культуры, про то, что создание доступности не равно инклюзивности. То есть доступная среда – это хорошо, прекрасно, это к тому же очень финансово емко. Но все исследования говорят о том, что никогда доступная среда сама по себе не создает инклюзивность в учреждении. А вот когда сотрудники, творческий коллектив учреждения начинает мыслить инклюзивно, вот тогда к этому уже подтягивается и вся полная доступность среды. Наши коллеги из Белой Трости, и как раз эта инициатива родилась по итогам коллегии министерства культуры. Это не просто мастер-класс, не просто экскурсия, это действительно целая технология взаимодействия и выявление тех ценностей работы с людьми с самыми разными нозологиями, которые есть в учреждении культуры. И какое-то расширение горизонта, да, и равноправное взаимодействие, не проявление какой-то заботы, опеки, жалости, да, вот этого сверхусилия, а очень органичное, равноправное существование, совместное. Детская филармония уже много лет ведет планомерную и многоуровневую работу по интеграции людей с особенностями здоровья в культурное пространство. Уже больше 10 лет у нас проходит благотворительная акция «Гирлянда добра». На представление приходят мальчики и девочки с синдромом Дауна, ДЦП с расстройствами аутического спектра. Им здесь не только тепло и весело, но и очень комфортно, потому что им здесь всегда рады, вся инфраструктура готова к приему таких зрителей. Весной 2023 года Ассоциация «Особые люди» издала туристический буклет с рассказом о детской филармонии Шрифтом Брайля. Уже второй сезон в камерном зале проходят концерты цикла «Услышать мир». И 18 мая мы стали первым концертно-театральным учреждением Свердловской области, принимавшим экстраделити тур. И, судя по всему, прошел он на высоком уровне. Наталья Подкорытова, Станислав Васильев, СГДФ-24